Сегодня 14 августа 2020 года. Пациент обратился в клинику Саулан-Дурмош первый раз с синдромом Дендо-Экера. Данным больным мы наблюдаем синдром Дендо-Экера и внутренний гидроцифалию. Давайте сейчас посмотрим, в чем она проявляется. Здесь синдром Дендо-Экера, атрофические изменения мозжечка и очень большие желудочно-голазного мозга, наполненные спинно-мозговой жидкостью. Данные патологии мы очень успешно лечим. Кто нас наблюдает в YouTube и также в других сетях интернета, значит, сегодня первый день ребенок поступает к нам. Давайте узнаем, какое его состояние. Кто? В YouTube-е в городе не много без отоклада залезли. В YouTube-е. В YouTube-е, да? Синч-ли-а внарпе, в панкест-ли-а, в панкест-ли-а, в наш опор-каде, в детектив-канаде, в кюз-канаде, в кюз-канаде, в кюз-канаде, в кюз-канаде, в кем-чанаде. Ну, мало, но это что. Глубокое отставание психопатического развития, не ходит, ноги всегда у него в ригидном состоянии. Толщит, правда ли? Нет, очень сильно. В пластическом состоянии. Значит, глаза, значит, имеется расходящая косоглаза. Береги же к ней, Чао, Жене? Потому что сейчас хочу сказать, что чуть-чуть будет наступать, потому что в книжках и в практике есть расхождение, можно поговорить, говорят, что синдром Ден-Дуэкера почти не восстанавливается. Но последнее наше лечение, последние 15 лет, показали, что синдром Ден-Дуэкера у некоторых больных имеет хорошие результаты. Они годами лечатся и постепенно начинают ходить. Здесь, почему мы сейчас надеемся на улучшение? Потому что здесь, кроме мегасистерного магната, имеется еще гидроцифалия внутренняя. И, как вы знаете, мы гидроцифалию очень успешно лечим, и эффективность очень высоко. Исходя из этого состояния, мы думаем, что можем лечить этого больного на более результативное. Так что, если мы не можем, и мы не можем лечить этого больного на более, то есть мы можем лечить этого больного, которые могут с улучшениями. Поэтому мы можем лечить и не проблем с этим. Но мы будем делать неадекватные движения, как мы можем делать. Очень эмоционально. Есть от внешнего раздражения вздрагивание гораздо. Значит, от внешнего раздражения есть вздрагивание. Один раз в год еще наблюдается. Не надо. Нет ли у вас возможности в стационаре лечиться? Бабенька нет? Ну, мама говорит, что ребенок не хочет в стационаре лечиться. Если вы хотите или не хотите в стационаре лечиться, то мы обязательно ее обхудрировали. Понимаете? Наталья брильда был помидор, и брилья армия была. Месяц за месяц результат будет видно, но самый чувствительный такой хороший результат, когда у ребенка будет наступать, одевать первые, значит, обувь на ноги. Уберите марат в туфлике еще, и уже еще брилья армия, не куда-то сумма. Можно наблюдаться через год. Наталья брильда был помидор. Подождите, что это не просто? У меня будет ли? Продолжение следует...